привет мои дорогие друзья с вами следователь моды натали дэшан и наконец-то я записываю это видео спустя огромное количество времени наверное больше года прошло просто не было времени я думаю молодые мамы которые сидят практически одни с детьми меня прекрасно поймут нет времени не на какие-то рабочие дела уж просто чтобы сеть поболтать на камеру об этом речи не идет поэтому сегодня время личных историй заваривайте чайок не заберите печеньки смотрите расскажу вам две треш истории связанные с фотографиями которые случились со мной в городе моего проживания если кто-то вдруг не знает кто-то забыл вообще я исследователь моды я автор курсов лекций о моде видеоблогер но раньше я еще работала стилистом любила фотографировать то есть мне это заставляло огромный кайф я очень любила знакомиться с девочками через фотосессии у меня кстати был мой винтажный магазин и с помощью фотосессии я приводила туда клиенток делала рекламу в общем мне всегда нравилось фотографировать фотографироваться затевать какие-то фото проекты и когда я жила в нижнем новгороде это город миллионник все шло достаточно гладко конечно были трешовые истории они как-то раз я рассказывал на своем канале встречались разные фотографы встречались очень наглые фотографы встречались капризные модели были разные ситуации вплоть до того что ко мне магазин могли привести 10 моделей и сказать наташа день пожалуйста нам их всех срочно быстро очень очень нужно все ссылки на треш истории которые со мной происходили связаны с фотосессиями я прикреплю в описании обязательно их посмотрите но так случилось что во время пандемии я переехала в свой родной город богородск нижегородской области это очень маленький городок 60 тысяч людей населения я ушла в декрет и для такого активного человека как я которому надо постоянно общаться с людьми какие-то проекты фотосессии видео проекты то есть я очень активный человек мне конечно хотелось тоже какого-то движа насколько это возможно и в 2021 году когда у меня был ребенок еще очень маленький мне хотелось общение хотелось знакомств потому что все старые связи я растеряла я решила проводить для девочек фотосессии с ребенком ребенок тогда был маленький на коляске я приглашу стал приглашать девочек и вот одна такая фотосессия у меня прошла они я подробно тоже рассказывал на своем канале чем это закончилось это трэш история которая во первых в очередной раз дала мне понять что надо заключать модельные релизы подписывать модельные релизы и во вторых что в принципе я не хочу наверно фотографировать других людей у меня очень мало времени уж лучше если я могу то буду проводить автофотосессии я это люблю умею беру с собой штативы беру с собой камеру хожу фотографирую себя сама либо в то время ребенок был на коляске и у меня была возможность устанавливать на коляску там было такое небольшое устройство я ставила туда свой телефон и фотографировала делал сэлфи по сути то есть это был единственный вот вариант самореализации но к сожалению даже он потерпел фиаско и это просто трэш что произошло оказалось что в нашем городе просто нельзя фотографировать даже себя даже на фоне зданий которые полностью обвешаны камерами что же произошло со мной вроде бы но все я решила фотографировать только себя фотографировать не кого-то какие могут быть проблемы казалось бы у нас в городе нет никаких закрытых зданий у нас город не закрыты то есть я вполне могу себе свободно ходить и снимать там не на частной территории а вот просто куда-то ходить первая история произошла со мной примерно в мае 2022 года вспомните то время до феврале объявили о так называемой с в люди все на взводе на нервах везде видят врагов везде видимым что-то мерещится и видимо именно поэтому со мной произошла такая история еще с 2007 примерно года я очень часто фотографировалась в одном местечке у нас город маленький очень провинциальный тут красивых мест практически нет и единственный более менее нормальный фон это чисто белая стена возле администрации у нас есть достаточно крупное здание администрации города и вот там есть одна стена сзади вообще то есть далеко от главного входа там никаких вывесок там ничего нет там просто небольшой закуток здание обвешано камерами то есть никаких пометок о том что там здесь ведется съемка по закону если люди вешают камеры то они должны об этом других предупреждать что ведется съемка до что получают ваше изображение по сути без вашего ведома но так как территория открытая абсолютно там уходит много людей там автостоянка то есть никаких признаков того что это какая-то закрытая частная территория на которой нельзя снимать нет да как я сказала там просто чисто белая стена небольшой закуток и вот иногда по субботам когда совпадала совпадала и хорошая погода и ребенок спал вовремя у меня были сила я брала с собой штативы я брала с собой камеры и шла туда снимать вот несколько съемок я так провела и вот в тот момент тоже ничего не предвещало беды я пошла с коляской ребенок спал я достала штативы достала камеру стала себя фотографировать то есть по сути делать селфи на фоне белой стены я подчеркну на фоне здания которые и так увешано камерами и все прекрасно видно что я делаю и вдруг спустя какое-то время после того как я провожу съемку подъезжает машина росгвардии и она как раз получается заворачивает в этот закуток я понимаю что наверное ну там ворота я думаю что они закрыты но я думаю вдруг они хотят проехать туда дальше на территорию администрации я не знаю что там за территория в общем я подумал что они хотят вот туда проехать открыть ворота поэтому я отошла я уже заканчивала фотосессию уже стала сворачивать камеру и оказалось что это росгвардия приехала ко мне кто-то из вахтеров или охранников в администрации сидели смотрели что там у них происходит около здания увидели что происходит фотосъемка и решили вызвать росгвардию мне прям на этом месте хочется материться к счастью вышла мой знакомый и такой вот наташ это ты он в принципе иногда там следит за мной в соцсетях мы в друзьях по моему друг у друга вконтакте поэтому он знает что я занимаюсь там модой фотосессии провожу и поэтому достаточно спокойно отреагировал и говорит нашли за чего вызывать на сказала что действительно на вахте в администрации сидела пожилая женщина который стала подозрительно что это там делает женщина с коляской с какими-то штативами и вызвала росгвардию как бы ситуация понимаете она бредов и потому что я закон не нарушала я ничего криминального не делала и росгвардейцы мне это подтвердили что здесь открытая местность здесь общественное место здесь белая стена до здание получается административное но это как бы является частью города и любой человек может фотографироваться на фоне этой белой стены но она вызвала росгвардию я была в таком возмущении просто чаще меня потом писала в администрацию и они конечно же защищали эту женщину она вот не поняла что там происходит я то есть им пытаюсь донести что я снимала на фоне здания где и так камеры развешаны она все прекрасно видела но они там стали строить дурачков что вы можете если хотите написать заявление на эту женщину мы примем меры я думаю какие вы меры будете предпринимать все что они мне посоветовали это следующий раз подходить к вахтеру предупреждать что будет фотосъемка производиться но просто бред какой-то кстати камеры у меня не какие-то супер профессиональные просто обычная фотокамера просто два штатива просто я фотографируюсь все это просто бред это до сих пор меня не укладывается в голове ну просто бред просто лютый бред но конечно эта ситуация настолько мне не понравилось что я конечно же перестала ходить к этой администрации фотографироваться и к сожалению и вот такое хорошее пространство где я могла до самореализовывать свои творческие порывы у меня ушло а я вам скажу почему да потому что творческие люди маленьких городах не нужны просто здесь нужны врачи учителя и другие вот подобные профессии а творческие люди они здесь не нужны люди которые интересно одеваются или учат других там моду стиле моде стиля здесь не нужны поэтому к если видят вот что такая фотосессия реакции вот такие поэтому конечно этот вариант с творчеством я отмела я стала думать хорошо кей людей пугают камеры там даже пускай одна камера и два штатива хорошо я буду просто ходить с ребенком буду ставить на коляску просто мобильный телефон он же не будет какого-то недоверия вызывать все должно быть нормально и я фотографировалась так в разных местах в разных локациях причем ребенок уже тогда очень много ходил и чтобы заставить дочку посидеть хотя бы немножко в коляске нужно было дать ей печеньку или какую-то пюрешку и вот пять минут пока она ела я успевала сфотографироваться и вот смотрите что однажды происходит абсолютно пустынная улица рядом с моим домом я в светлом комплекте конечно лучше всего такие оттенки одежды снимать на темном фоне для того чтобы более выигрышно было видно видно и вот значит мы идем по улице где никого нет улица кстати очень узкая очень узкая там машина еле приезжает 1 и как бы я не ночью частную территорию не захожу бывают достаточно широкие дороги где еще до забора надо дойти а тут не это просто идешь по дороге вот справа и слева от себя заборы и а вот я значит вижу что дом весь увешан камерами опять таки никаких подписи нет на доме там пять или шесть камер соответственно они так получают мое фото видео изображение поэтому я без стеснения ставлю коляску возле там вот есть такие рольставни в гараже темные как раз очень хороший фон я туда ставлю коляску становлюсь и буквально вот я делаю два-три снимка то есть ну прям я меньше минуты там находилась потому что дочка быстро съела печеньку и уже все там начала трясти съемку невозможно было производить я начинаю выходить с коляской от получается этого гаража и тут выбегает просто сумасшедшая баба и начинает на меня орать матами ты что делаешь ты чему ребенка учишь ты как посмела и ну короче просто начинает на меня орать ей пофигу что у нее дом и так обвешан камерами что я по сути под камерами фотографирую себя на свою камеру у неё там нет некоторые там зайцы например не хотели бы чтобы видно было их дом или номер дома с улицы там ничего такого там просто темные двери гаража все ничего она стала на меня орать и потом в итоге она мне кинула такую фразу но в общем она подумала что я хожу туда в туалет хотя я даже не присаживалась я просто подошла встала с коляской но в общем какой-то бред меня настолько колотила с этой истории я думаю ах ты ты мало того что сама дом обвешала видите ли на твоем фоне фотографироваться нельзя на фоне твоего дома я ей пишу письмо то есть я не знаю я не готова пойти разбираться звонить звонок там или как-то там стучать ходить искать когда они там будут дома я пишу ей письмо значит с указанием законов которые разрешают мне съемку пишу все вводные данные пишу что у нее самой дом обвешан при этом нет никаких указаний что ведется съемка ничего нет никто не предупрежден кладу ей значит в почтовый ящик проходит какое-то время естественно мы там перестаем гулять по этой улице и эта дама встречает меня возле почты начинают значит ты что фотографировалась то письмо мне тут шлешь я такая ну я и что а ты чё дом обвезла короче попыталась подойти к ней как-то заговорить хотела включить диктофон но она очень быстро убежала знаете из разряда я сказала и убежала и первый раз она тоже на меня наматерилась еще делаешь ты чему учишь ребенка и убежала то есть человек просто вот вылил свое извините говно на меня да и убежал все меня это ситуация реально за дело я стала почаще ходить там чтобы увидеть каких-то других людей кто живет в этом доме и к моему счастью однажды я увидела мужчину который чинил машину на ну рядом с этим домом и оказалось что это муж вот этой бабехи муж абсолютно адекватный спокойный он мне спокойно донес всю ситуацию сказал я ничего плохого не вижу в том что вы пару раз сфотографировались я ему даже показала фотографии кстати говоря он сказал что около его дома часто фотографируются люди потому что они там какие-то красивые деревья насажали какие-то камни и вот иногда бабушки присаживаются идут на эти камни иногда молодежь фотографируются рядом с этими необычными деревьями в общем ничего плохого он не видит вот там камень лежит туда людей приходит но молодежи фоткаться там полно и на камень залазит вот сюда здесь одна бабушка ходит постоянно с она устает и здесь у нас на камушке сидит вопрос вот пока мы здесь не жили вот здесь наркоманов был здесь делали закладки пока мы видеонаблюдение не поставили здесь вот у нас когда мне было вот сюда под камень сначала не понимали чего здесь такое думал сначала собаки выкапывают вокруг камня а потом оказалось что это просто делают закладки 12 лет назад когда мы сюда заехали вот здесь проуки колорус наркомана там шприцов было постоянно и гонял здесь прямо чуть не палку рядом с этим домом находится пустырь куда местные алкаши очень любят ходить а потом им некуда сходить в туалет хотя опять таки там пустырь и можно просто вот в кусты спрятаться и сходить в туалет почему-то ходят именно к их дому получается что у всех остальных соседей у них идет ров идут ровные заборы они сделали небольшой выступ и накрыли его крышей то есть получается что я немножечко под крышу зашла хотя все там на уровне улицы я на частную территорию не ночью не заходила в общем они сделали там такой закуток с крышей что реально люди ходят туда в туалет и там постоянно мокрое место и вот это сволочара извините да тоже подумала что я хожу к ним в туалет вообще не разобравшись что там происходит самая ржачная знаете в чем что потом оказалось что это бабеха работает в опеке в органах опеки и когда мои родители на нас натравили вот как раз таки опеку именно она приходила ко мне домой я ее не узнала потом только муж когда стон часто по той улице ходят я там не хожу уже он часто ходит по этой улице и он видел как именно она выходила из ворот вот того самого злополучного дома я вообще просто была в шоке то есть эта дама якобы приличная работает в опеке занимается защитой прав детей и вот она себя так ведет просто агрессивная истеричная которая сама по сути не соблюдает закон незаконно ведет видеосъемку никого не предупреждая но на меня она спустила всех собак как говорится вот так естественно после этих двух историй фотографироваться на улице города я перестала потому что это просто трэш я просто в шоке я до сих пор эмоционально это переживаю потому что я не понимаю как так я приезжаю в нижний я приезжаю в москву я просто встаю там около любого здания на любой площади и просто фотографируясь максимум что ко мне там кто-нибудь подойдет скажет так классно выглядите тут же нет я вообще настолько в шоке от того насколько люди злые в этом городе никакого вывода из данных истории не будет просто поделилась с вами что бывает насколько злые люди могут быть особенно насколько в маленьких городах не нужны и творческие люди насколько люди забиты и какие-то все в себе обязательно пишите свои трэш истории связанные с фотосъемкой которые с вами происходили возможно вы дадите какой-то комментарий этим историям в общем пишите с вами была исследователь моды натали дешан да в жизни случается всякое всем пока и и и